Область экономики на Амурском областном телевидении. С вами Валентина Абрамова. Здравствуйте. Уровень безработицы в России в конце 2021 составил 4,3%. Это на 1,8% пункта ниже, чем в 2020. Этот показатель снизился практически во всех регионах страны. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Ямалоненинского и Ханты-Мансийского автономных округов. Труднее всего найти работу жителям Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии. Амурская область из 85 регионов на 53 месте. Уровень безработицы здесь 4,6%. По сравнению с 2020 ситуация улучшилась на 1,6 пункта. Среднее время поиска работы в Преамуре составляет чуть больше 7 месяцев, свидетельствует исследование РИА Новости. В 2021 году после распространения коронавирусной инфекции 2020 года ситуация на рынке труда улучшилась. Это стало следствием постепенной стабилизации ситуации в экономике. Число безработных сократилось на 1,4 миллиона человек. При этом эксперты отмечают и негативную тенденцию – рост доли молодежи среди безработных. Если в декабре 2020 года эта доля составляла 16,5%, то в декабре 2021 уже 20,8%. Удаленная работа. Как с ней обстоит ситуация сегодня? Около 42% работодателей сохраняют так называемый гибридный формат работы, чередуя удаленку с офисом. А каждая десятая компания отдает приоритет удаленной работе сотрудников и делает акцент на этом в вакансиях. Что для многих соискателей, как показывает практика, в нынешнее время является преимуществом. Вовлекать и поддерживать эффективность дистанционно – серьезный челлендж для бизнеса. Работодатели это признают. Хотя 74% HR специалистов отметили, что продуктивность персонала на удаленке не изменилась, а в 17% компаний даже выросла. Помогают новые или уже опробованные с 2020 года инструменты. Большая часть компаний регулярно проводят онлайн-собрания – 85%. Статус «Встречи по задачам» внедряют спринты и прочее – 53%. Используют информационные рассылки, встречи с руководством в формате «Вопрос-ответ» – 44%. И пульс опроса для определения настроения в командах – 43%. Менее популярны, но не менее эффективны в борьбе за лояльность, вовлеченность, эффективность – оказались корпоративные порталы и полезные чек-листы. Календари для управления удаленной работой – 39%. Регулярные игры, квизы, онлайн-активности для общего развития – 31%. Что интересно, многие компании с учетом высокой эмоциональной нагрузки на сотрудников внедряют разного рода консультации по психологической помощи – 28%. Эта практика все больше востребована и у работников. Дальневосточные программы субсидирования авиаперелетов обеспечены финансированием в полном объеме и реализуются по плану. Все обязательства перед дальневосточниками будут выполнены, рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Сегодня запущены и работают три программы субсидирования перелетов. Первая программа только для дальневосточников и обеспечивает доступные перелеты в Москву и Санкт-Петербург. В 2022 году на программу выделено 6,5 миллиарда рублей. Будет перевезено уже более 600 тысяч пассажиров. По второй программе билеты могут приобрести льготные категории граждан – молодежь, многодетные, пенсионеры, инвалиды, в том числе не проживающие на Дальнем Востоке. С 2022 года внедрен механизм автоматического субсидирования. Третья программа направлена на связанность регионов внутри Дальневосточного федерального округа. На ее реализацию в 2022 году выделено 5,9 миллиарда рублей. Оператор программы – единая дальневосточная авиакомпания, созданная по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на базе авиакомпаний «Аврора» и региональных авиакомпаний Дальнего Востока. В 2022 году по 36 направлениям будет перевезено более 250 тысяч пассажиров. В целом, в 2022 году на субсидирование трех программ авиаперелетов для Дальнего Востока направлено 16,6 миллиарда рублей. На долю дальневосточной ипотеки приходится 76% всех льготных кредитов в ДФО. А вот жилья на Дальнем Востоке по итогам 2021 года вырос на 25%. И причиной этого прежде всего стала льготная ипотека. Ведь сейчас каждая вторая квартира в новостройках приобретается с ее помощью. Первое место в ДФО по объемам водожилья занимает Приморский край. В 2021 году сдано 885 тысяч квадратных метров. В 2022 году планируют создать более 1 миллиона квадратных метров. План по расселению граждан из аварийного жилья превышен на 20%. Новое жилье получило 1 тысяча приморцев. Формируется площадка для реализации проектов в рамках программы «Дальневосточный квартал» на 2 миллиона квадратных метров жилья. В Сахалинской области в 2021 году ввод жилья составил 1 квадратный метр на человека. Рекордный показатель. Сдано более 503 тысяч квадратных метров. Регион в шестой раз перевыполнил план по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Бурятии сданы более 279 тысяч квадратных метров жилья. До 2024 года планируется увеличить объемы ввода до 315 тысяч. Объем потенциального строительства по программе Минвостокразвития России «Дальневосточный квартал» оценивается в 300 тысяч квадратных метров. Магаданская область приступила к практической реализации проекта по комплексной застройке Горохового поля совместно с дом.рф. Механизм предусматривает долгосрочное кредитование застройщика под льготную ставку. Объемы строительства жилья в Магадане планируется до 2024 года увеличить вдвое. В Амурской области планируется к сдаче 206 тысяч квадратных метров жилья за год. По результатам прошлого года при Амуре и еще 33 региона вошли в число тех, где показатели ввода новостроек превысили среднероссийский уровень. В 2021 в области введено более 220 тысяч квадратных метров. Больше чем на 60% по сравнению с 2020 увеличился объем индивидуального жилищного строительства. Утвердили концепцию развития жилищного строительства на период до 2030 года. Определены перспективные территории с градостроительным потенциалом. Только по Благовещенску это более полутора миллиона квадратных метров, прокомментировал губернатор Амурской области. Амурчанам, находящимся на отдыхе за рубежом, в случае необходимости окажут поддержку в возвращении домой. Так, по данным мониторинга регионального Министерства экономического развития и внешних связей, на отдыхе за границей в начале марта находилось 8 организованных туристов из Амурской области. Все они приобрели путевки в Мексику и Доминиканскую республику. Экстренных ситуаций с амурчанами в этих странах, по информации туроператоров, не возникало. При этом вопросы по возвращению в Россию решаются на федеральном уровне, по линии МИДа и Ростуризма. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра экономического развития и внешних связей региона Амурской области. Что если вы организованный турист, то у вас возникает ситуация за рубежом, в вашей зарубежной туристической поездке, вы обращаетесь к вашему туристическому оператору. И он уже по совокупности ситуаций урегулирует возникающие вопросы. А вот если вы индивидуальный путешественник, то есть вы сами приняли решение, никого не уведомляя, поехали в ту или иную страну, то здесь немножечко сложнее. Здесь надо поработать, скорее всего, с авиакомпанией, рекомендуют билеты, которые вы приобретали для поездки в эту страну. И в любом случае, организованный вы путешественник или индивидуальный, нужно обязательно работать и по приложению МИДа России, зарубежный помощник. Ростуризм совместно с УНФ запустил горячую линию по номеру 8 800 234 11. Россияне, находящиеся на отдыхе в России и за границей, при необходимости могут задать вопросы с 8 до 20 часов по московскому времени. Кроме этого, ведомство разработало памятку с номерами телефонов горячих линий РЖД МИД Минтранса России, временно закрытых аэропортов на юге страны, а также основных авиакомпаний. В Министерстве экономического развития и внешних связей при необходимости в рабочее время специалисты готовы оказать консультационную поддержку по номеру 8 416 2 22 44 25. Правительство поддержит отечественную IT-отрасль налоговыми преференциями, грантами и льготной ипотекой. На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях, поставки не превышающие 3%. Сотрудники IT-компании смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений. Такие меры крайне востребованы на Дальнем Востоке. Макро-регион богат IT-талантами. Так, например, многие успешные IT-компании, известные во всем мире, родом из Якутии. Республика обеспечивает около 85% экспорта IT-услуг Дальневосточного федерального округа и обгоняет по этому показателю другие регионы страны. IT-индустрия развита в Приморье. Недавно здесь создан инновационный научно-технологический центр на острове Русский. Реализуются проекты, имеющие хороший потенциал для экспорта продукции в Азию, в том числе в сфере информационных технологий. На сегодня это была вся информация. Желаем вам финансовой стабильности, удачи и, конечно же, отличного настроения. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова